Пляжный сезон Пляж пока выглядит суровой и неприступной крепостью, а вот пермские кинотеатры напротив гостеприимны и радушны и зимой и летом. Что же нам предлагает киноафиша? Фильм «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли. Влиятельный банкир делает все возможное, чтобы не делиться имуществом со своими незаконорожденными сыновьями. Но когда его лишают всех денег, выясняется, что помочь Матвею могут только дети. Чтобы вернуть себе состояние, миллиардер вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло. А для этого ему придется выполнить еще более сложную задачу — вернуть доверие выросших без отца сыновей. Фильм, который обещает поднять настроение всем, у кого оно колеблется на уровне Плинтуса, называется «Сирано. Успеть до премьеры». Время действия — декабрь 1897 года. Париж. Эдмону Растану нет и 30, а у него двое детей, которых нужно кормить и одевать. Прошло уже два года, как он не может ничего написать. В отчаянии он обещает своему патрону принести новую грандиозную и уморительную пьесу в стихах. Обрадованный патрон назначает дату премьеры. Проблема в том, что у нашего писателя пока есть только одно название пьесы. Он непременно должен уложиться в сроки, игнорируя капризы актрис, идиотские требования продюсеров, ревность собственной жены, любовные аферы его лучшего друга. И это несмотря на тот факт, что в его успех не верит никто, включая его самого. Всякий раз, когда кто-то говорит о Мариинском театре, как правило, лица окружающих принимают благоговейное выражение, а глаза застилает мечтательная дымка восхищения. В преддверии мая есть повод поговорить о Мариинке. Хотя бы потому, что в Большом зале Пермской филармонии в рамках 18-го Московского пасхального фестиваля состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Состоится он 30 апреля. В этом году выступления коллектива Мариинки будут посвящены юбилеям композиторов. 175-летию Николая Андреевича Римского-Корсакова и 180-летию Модеста Петровича Мусоргского. В театре-театр продолжаются премьерные показы мюзикла «Винил. Время и место. Действия. Москва. 57-й год. Шестой всемирный фестиваль молодежи и студентов», на который съехались 304 тысячи человек из 131 страны мира. Создатели мюзикла сразу отмежевались от темы противостояния стиляка и остальных советских граждан. Эта история не о сопротивлении, она скорее о желании жить ярко и насыщенно. И это естественное желание молодости, в какой бы политической системе ей не приходилось существовать. Потому и состав спектакля преимущественно юный. Нагрузки ему приходится выдерживать колоссальные, петь и танцевать на вращающейся сцене, то врастающей до девятого вала, то бездны, разверзающейся у ног актеров. Чтобы избежать налета ретроградности, для спектакля специально создавались принципиально новые музыка и тексты. Во всего этом, конечно, присутствует легкий флер 50-х, но музыкально-поэстической темой достигается главная цель – актуального звучания, резонанса современным зрителям. Как достигается она и оригинальными костюмами, их создатель, художник Ирена Белоусова заслуживает отдельных аплодисментов. Каждая сцена, ну или почти каждая, как незапланированный бокал шампанского, от которого слегка кружится голова и хочется жить с новой силой. Центральный выставочный зал представляет выставку «Золотой век японской графики» – по-японски ускользающего мира, по-японски «укио-э». Такое название носит графика эпохи Эда со сценами из жизни горожан, портретами гейш, актеров, театра кабуки, изображениями птиц и цветов. Заимствованное из философии дзен-буддизма понятие подчеркивает эфемерность исчезающих мгновений и умение наслаждаться сиюминутным в быстро утекающей реке времени. Цветная гравюра не имела аналогов в странах Дальнего Востока. В Японии же была необычайно популярна. Ею украшали интерьеры домов, использовали в качестве афиш для театральных постановок, рекламы чайных домов и веселых кварталов. В экспозиции представлено более 50 ксилографий признанных мастеров японской графики из частных европейских собраний, коллекция кукол и кимоно. Не упускайте возможности провести свое свободное время увлекательно, иначе будни вам этого не простят. Субтитры создавал DimaTorzok